Добрый день, у нас сегодня пятница. Программа «Тема дня» в прямом эфире по пятницам с нами ведущими пятничными, которые регулярно бывают в эфире на Тверском проспекту «Регион» и на радио Монте-Карло. Светлана Никифорова и я, Татьяна Марина. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Сегодня у нас будет очень интересный, насыщенный эфир, очень познавательный для наших слушателей, я думаю, что с массой полезной информации. В гостях у нас сегодня Дмитрий Гуменюк, исполнительный директор Тверской швейной фабрики. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Здравствуйте. А значит, поговорим мы сегодня и о Тверской швейной фабрике, о легкой промышленности, о тверских производителях и даже о тверских предпринимателях. Итак, Дмитрий, вот как жизнь вас привела в эту сферу деятельности, в легкую промышленность? Почему? Ну, для меня это не очень неожиданный выбор, да, это в силу там семейных традиций, которые там начались в середине 90-х годах, как бы это там, по сути дела, семейный бизнес, поэтому я там перенял правление, условно говоря. Поэтому это не самое то, что я хотел всю жизнь заниматься, да, исторически по образованию я финансист, но так сложилось. И вы являетесь руководителем довольно-таки большого коллектива, трудно ли это быть руководителем? Ну, тут есть еще особенность, что он женский, да, поэтому как бы есть некоторые нюансы. Ну, с самим коллективом у нас достаточно дружный коллектив, но есть вопрос, связанный с внешним больше фоном, нежели с самим коллективом. Мы действительно как команда, там исторически сложился, если помните, что в прошлом году нам исполнилось 100 лет, вообще как швейное дело, которое объединялось на территории Тверской губернии, и мы вот прародители тех вот того ГУП-одежды, который в 18-м году создавался как мастерская для красноармейцев, и там много было объединений, там фабрика Вакжанова послевоенная тоже объединилась, первая швейная фабрика, и вторая, которая была на территории Тверской губернии, создала там ближе к концу 50-х так называемое то самое Калининское ПШО. И вот это Калининское ПШО, которое здание на проспекте Победы, это на сегодняшний день та самая легендарная фабрика. — Дмитрий, получается, что это семейный бизнес, процветает, развивается и множится. А вообще какие перспективы развития фабрики, идеи, может быть, какие-то, расскажете, история, с чего она вообще начиналась, почему, как зародилась вообще швейная фабрика, сто лет, да, история сто лет назад, как, что, вот что сподвигло непосредственно? — Ну, давайте начнем с, может быть, состояния с отрасли, да, а потом расскажу немного про фабрику. Значит, отрасль в целом, на самом деле, испытывает достаточно сложные времена, если посмотреть вообще на текстильную и швейную промышленность в целом в стране, она, конечно, там в не очень хорошем состоянии. А основные проблемы, на мой взгляд, две. Первая — это даже три. И это потребительский спрос, который достаточно сильно падает. И отношение к одежде меняется. То есть, если там несколько лет назад, там, не знаю, 10, может быть, люди хотели прям вот каждый раз новое, то сейчас вот такой уже тренд на скромное, будем так говорить. — Спрос упал, и люди стали больше экономить? — Да, и они очень внимательно начали считать. То есть, если раньше, как бы, там, видимо, когда нефть была дорогой, не так было жестко в плане расчетов, сейчас они как бы внимательно относятся к одежде. Во-вторых, наши среднеазиатские партнеры получили больше преимуществ, войдя в экономические наши всякие партнерства, в том числе таможенные. У них лучше налоговый режим и дешевле рабочая сила. То есть, даже когда мы обычно говорят, что там с Китаем, Китай уже дороже нас с точки зрения рабочей силы, поэтому Китай не совсем конкурент. А вот наши среднеазиатские партнеры, как бы, они действительно хорошие конкуренты. А третий момент — это так называемая кастомизация и персонализация. Это вообще глобально, что происходит в потреблении. То есть, человек уже, если помните, там, в начале 2000-х, там, не знаю, половина загрузки швейной фабрики был малиновый пиджак, если про пиджачный поток. Такого сейчас невозможно. То есть, сейчас, там, если ты получаешь партию в 300 изделий, это уже праздник, да? То есть, средняя партия, там, 60-100 изделий, что мало на самом деле. То есть, это падает производительность, падает выпуски, растет себестоимость, а клиенты хотят много, помалу, но красивого, и вот каждый раз. Вот это вот проблема. То есть, получается, швейная фабрика отходит от костюма, пошива костюмов, да? И приходится что-то моделировать, изменять. Или все равно костюм, это является главенствующим? Мы остаемся в мужском костюме, как основной ассортимент. Понятно, что есть некоторые субституты, например, это корпоративная одежда вся, там, пилоты, там, и так далее. И мы аккуратно смотрим на женское, не так сильно туда, ну, опять же, классические, там, юбка, там, плюс пиджак, например, да? Да, но это, как бы, не массовая история. Что-то, какие-то инновации, что-то оригинальное такое, нестандартное. Ну, давайте начнем с того, что мы в прошлом году переехали на новую площадку, наверное, знаете, на набежной реки Лазури. И мы, по сути дела, получили, с точки зрения инфраструктуры, там, одно из самых современных предприятий Европы, да? Да, мы технологически выглядим в отрасли очень неплохо, да? То есть, есть, может быть, конкуренты, которые, там, чуть-чуть более модернизированы, но мы в целом не очень хорошо выглядим. Более того, у нас сейчас основная задача, это в области инновации, это увеличить срок прохождения партии и объем выдаваемых изделий с точки зрения моделей, да? То есть, ну, грубо говоря, разработок делать больше, да? То есть, мы должны клиенту максимально быстро и максимально большое количество выдать вариантов, чтобы он сделал быстрый заказ. То есть, вот у нас на это сейчас нацелена задача. То есть, в любом варианте получается малое количество изделий, да? К сожалению, да. Много вариантов, но мало партии, количество партий. Да, если вспомнить, что в советский период швейная фабрика 70% выпускала военного ассортимента, там не надо было там мало и много моделей, там как бы одну вот... Не до оригинальности. Да, да. Поэтому, как бы, конечно, нам вот эта эволюция в мало, но, конечно, там немного тяжело дается. Жизнь течет, все меняется. Как сейчас с кадрами обстоит в этой сфере с людьми с рабочих специальностей? Ну, с кадрами много разных трендов. Ну, давайте так, первым, в целом город стареет, да, соответственно, первая история. Второе, вот этого такого рабочего энтузиазма, который был в советский период, его тоже стало меньше. Но есть некоторые позитивные моменты. Первое, как, не знаю, позитивные или нет, но у нас там банкротятся конкуренты. А вторая история заключается в том, что у нас основной конкурент по кадрам была торговля. То есть, это, в первую очередь, там продуктовый магазин, потому что монотонный труд на машинке, он достаточно тяжелый, да, то есть 8 часов. А все-таки торговля при там равных деньгах, там, условно говоря, менее сложная работа, и поэтому была конкуренция. Учитывая, что торговля, а, снижает зарплаты, б, ее становится меньше, ну, то есть, если она становится, количество людей на одной точке становится меньше, то у нас здесь тоже есть позитивный тренд. Но людей с опытом достаточно тяжело найти, но в ученики, и вот те, кто на первый, ну, без опыта приходят, достаточно большой. А ученики, они с каких-то колледжей, техникум, откуда приходят? Разные истории бывают. Бывает, и из других городов приезжают, бывает, и, ну, с районов я имею в виду, бывает, уже люди с опытом сами там где-то что-то занимаются. Бывает, у нас есть профильный колледж, который занимается. Но там тоже вот меняется тренд, если раньше все хотели быть дизайнерами, не очень понятно, зачем нам много дизайнеров, но теперь как бы там швей там больше, чем дизайнеров. Ну, у швей остается ручной труд или все-таки автоматизация произошла на фабрике? В зависимости от участков, смотрите, глобально вот проблема швей, она в мировом масштабе стоит. То есть, людей, которые можно в классическом варианте назвать швея, уже не так много. Сейчас вообще говорят об операторах, да, и отсюда как бы и выходит, ну, и понятие отношения к тому, что ты делаешь, да. То есть, ты уже не проводишь ткань под иглой, грубо говоря, а ты просто заряжаешь машину. Вот, например, если карман с клапаном сделать, да, раньше это делало 4 человека, теперь это делает одна машина и один оператор. То есть, в принципе, оператору остается только нажать на кнопку или правильно? Ну, собрать вот детали и нажать на кнопку, да. Человек сейчас должен работать в ладу с машиной, как говорится, и о других нюансах производства, о других нюансах на Тверской швейной фабрике. Мы поговорим с гостем Дмитрием Гуменюк у нас сегодня в эфире через минуту рекламной паузы. Доброго дня! Мы в прямом эфире пятничный выпуск программы «Тема дня». Светлана Никифорова, моя соведущая, между прочим, напомню, персональный тренер-реабилитолог, эксперт общественной палаты города Твери. Ну, а меня зовут Татьяна Ларина. И сегодня в гостях мы очень рады видеть и слышать Дмитрий Гуменюк, исполнительный директор Тверской швейной фабрики. Значит, обсуждаем сегодня мы вопросы насущные, вопросы очень актуальные. Говорим о тверской легкой промышленности, тверском производстве. Дмитрий, вот мы перед рекламной паузой затронули тему людей рабочих специальностей, и как они работают сейчас на вашем производстве. А есть ли у вас какие-то корпоративные традиции, которые помогают сплотить такой большой коллектив? Да, бесспорно. У нас глобально два праздника есть. Это День легкой промышленности и, соответственно, Новый год. И мы пытаемся какие-то инновации вводить. Вот сейчас, на самом деле, несмотря на то, что уже осталось мало времени, мы до конца не определились, в каком формате у нас в этом году будет. Но у нас идея сделать его на свежем воздухе, на нашей площадке для коллектива, с комарохами, в таком формате. Но пока бюджет потрясаем, поэтому... Получается, что коллектив женский, активный, в основном. Понятно, что какие-то тут поощрения. Но как коллектив работает? Посменно или в одну смену? Как вообще работает фабрика? Мы на сегодняшний день работаем в односменном режиме. Хотя, конечно, идеальный сценарий. Это две с точки зрения эксплуатации оборудования. То есть оно более эффективно работает. Но, как мы и проговорили, вопрос у нас со спросом в большом смысле этого слова. В односменном режиме. Планируете расширять смены? Или же так она останется в одну? Или же это все зависит от спроса, конечно? У нас вообще сейчас глобально определили... Мы хотим определиться, какая у нас стратегия развития. И мы, возможно, будем искать партнера, который... Ну, то есть это либо крупная сеть, например, торговая, или государство, например. То есть у нас несколько ветвей развития. В школьную форму податься, в корпоративную одежду. И вот мы сейчас должны, я думаю, что к концу первого квартала определиться с этой идеей. И после этого можно ответить на вопрос. То есть если, например, опять же мы вернемся в оборонную историю, с точки зрения оборонзаказа, то понятно, что здесь две смены, и там много людей, и там, наверное, очень хорошие зарплаты. Договоримся мы об этом с коллегами, не знаю. Но вот такая идея существует. Есть у вас такая фраза на сайте магазина Тверской швейной фабрики. Хороший мужской костюм – это залог успеха делового мужчины. Вы полностью согласны с этим утверждением? Да, бесспорно. Но есть сейчас маленький нюанс, что в целом костюм, как изделие, оно начинает умирать. Ну, в силу кэжуала, потому что офисных ребят становится меньше. Отношение к одежде в офисе становится иным. То есть даже крупные компании уже допускают, что можно не в костюме приходить. Ну, я про Москву говорю. Поэтому до сих пор костюм собирает, настраивает на работу. То есть это определенный уровень этикета. Но вот есть и такие тренды. Есть такие традиции, что, например, женщины носят платья с юбками, мужчины носят костюмы. И тем не менее, я замечаю, по последним тенденциям, женщины стали смело сочетать классические платья со спортивной обувью. Вот как вы относитесь к таким образом? Ну, джинсы с пижаком тоже относительно безболезненно сочетаются в современном мире. Поэтому я думаю, что мы там же находимся. А сами вы любитель строгих костюмов? По-разному. И не очень строгих? И не очень строгих, да. Я люблю не всегда костюм одевать. Но в силу того, что у меня там есть и статус, и много разных мероприятий официальных, поэтому мне где-то приходится одевать. Но иногда я себя комфортно в этом чувствую. От атмосферы и от аудитории очень сильно завидят. А если костюм, то Тверской швейной фабрики одеваете сами? Да. И вот в данный момент тоже? Да. Так, отлично. Могу даже продемонстрировать. Вот это бренд Тверской швейной фабрики. Значит, слушатели интересовались, хотели, чтобы я задала такой вопрос. Смотрите, у меня есть костюмы не швейной фабрики, это топовых брендов мировых, в частности итальянских. Но это, на самом деле, даже как такой эксперимент в области сравнения. То есть, как бы, ну вот, там, я не знаю, последние полгода я не делал ни разу. А расскажите нашим слушателям, что в состав входит костюмы? Потому что, ну, шерсть чего? Из чего? Что состоит больше? Это очень хороший вопрос, потому что мы на сегодняшний день работаем как ателье. То есть, нам приносят материал, грубо говоря, заказчик, и мы его отшиваем. Вот тот материал, который он приносит, это как бы на совести заказчика, грубо говоря. Понятно. Поэтому, понятно, что в силу себестоимости основная часть это полиэстер и поливискоза в массово, но шерсти у нас тоже достаточно много. То есть, получается, что к вам на фабрику можно прийти и заказать как в ателье? Да, но только много надо заказать. А есть какое-то ограничение? Ну, понятно, да. То есть, там, с одним нам неинтересно. А не костюмы, а какие-то другие виды одежды еще? Мы делаем пальто, мы делаем плащи. Это тоже нужно большую массу заказать? Да, конечно, да. А сколько должна быть партия? Какая? Ну, тут как бы даже вопрос не в партии, а вопрос в регулярности. То есть, бывает так, что один заказчик заказывает 300 и 50, например, в одном артикуле ткани, например. Но мы понимаем, что он это делает каждый месяц. То есть, если он придет, скажет, не 20, скорее всего, у него не работать с ним не будет. То есть, это должна быть определенная периодичность. Раз в месяц, раз в два месяца. Да, да. То есть, вы определенный разрабатываете лекал, артикл, артикль и уже работает фабрика. И опять же, а если хочет у вас организация заказать, например, или заказчик заказать, но у него нет материала. Вы представляете? Мы можем скомплектовать 100%. Более того, есть такие прецеденты, когда вот, например, по форме, да, то есть, там, ну, там, авиакомпания, например, да, они говорят, вот наш блинбук, нам нужно так, материал мы используем такой. Мы сами все покупаем и, соответственно, все делаем. Очень интересно. То есть, разноплановость получается. Не жесткая фабрика, да, она и получается и как фабрика-отелье, скажем так. Более того, у нас есть своя коллекция, которую мы дальше продаем, в том числе на электронных площадках, в своих магазинах. То есть, у нас много, вот, с точки зрения видов бизнеса в рамках, вот, мужского костюма, там, действительно. Но это только пошив или же, можно сказать, по-моему, от костюма какие-то? Нет, мы этим не можем. Только пошив. Вы не переделываете? Ну, смотрите, магазин может подогнать по росту, а мы можем поменять, если, там, явно брачная история, с точки зрения, там, это наше, ну, как бы, наш вопрос. Но, вот, ремонтом одеждой мы не занимаемся. Почему именно Тверская швейная фабрика? А как вы считаете, вот, в чем конкурентное преимущество, почему клиент должен именно к вам прийти? Смотрите, в России около пяти предприятий. Мы, я думаю, что по уровню качества, там, входим в топ-2, да, поэтому у него особо выбор. То есть, по-любому, он придет к вам. Ну, в моем представлении, да. Дмитрий, ну, так как работает у вас женщина, и система поощрения есть женского коллектива? Какие-то бонусы? Ну, давайте так, мы много работали с зарплатой, и сейчас произошло так, что конкуренты сильно ее снизили, а мы вот там, у нас была какая-то дорожная карта по ее поглушению, и мы, как бы, там, на сегодняшний день не обошли отрасль. Ну, то есть, она мотивация какая-то, сотрудницы есть. У нас сдельщина, да, то есть, поэтому, чем больше сдал, тем больше заработал. У нас, там, лучшее здание в области швейной истории в России, там, у нас, там, оно сделано, мы его сами проектировали, ну, не строительную часть, а вот именно эргономическую часть, то есть, у нас, там, все столовые, раздевалки, медкабинеты, ну, то есть, оно реально, там, очень классное здание получилось, а самое главное, энергоэффективное, то есть, мы, там, открою такую маленькую тайну, что, в месяц нам оно обходится около 30 тысяч рублей, там, а 6 тысяч метров отопить. Ну, это я, правда, в газе называю, да, то есть, как бы, это очень маленькие деньги, на самом деле, для такого объекта. Поэтому, мы много чего делаем, вот, в рамках этого. Изделищина не влияет на качество пошива изделий? Наоборот. Ну, то есть, есть же, есть же, есть же контрольные точки в виде УТК, как бы, если ты, ну, некачественное изделие сдал на контрольную точку, то оно не считается сданное, поэтому... Контрольная точка УТК работает... Оно есть межпроцессное, а есть, как бы, финальное, ну, уже перед складом. Но, все равно же есть у определенного времени, да, суток, ну, за определенную смену можно шить определенное количество изделий. Сколько примерно, вот, швея, оператор, да, может шить, изготовить изделий? Ну, давайте так, у них, ну, это же операции, да? Да, это же. И, там, в среднем мы, там, делаем, там, от 350 до 500 костюмов в день, да? Значит, а дальше все зависит от операции. Одну операцию надо делать, должно два человека 500 изделий сделать, а другую сделать, она может, там, не знаю, 2000 операций такое. Соответственно, она пересаживается на другую, на другую задачу, поэтому... Ну, мы же не, она, если один человек делает целиком, ваш вопрос бы был корректный. Ну, то есть, нет, я имею в виду в то, что может оператор примерно проанализировать, сколько он заработает и сколько он сделает изделий. Я вот к этому задаю вопрос. Конечно, конечно. В принципе, он не сам там стоит и считает, сколько у него, а машина ему выдает, и уже на заданной машине он понимает, сколько и что. Есть расценка по каждой операции, она по разрядам тоже делится, соответственно. Есть такое понятие резервного рабочего. Резервный рабочий, у него есть фиксированная часть, но он встает в операцию вне зависимости от ее расценки, потому что, там, условно говоря, если я квалифицированная, я хочу делать квалифицированную операцию. А бывает так, что неквалифицированный там заболел, то есть вот этот резервный, у которого есть фиксированная зарплата, она плюс сдельная за ту операцию, которую он делает. Давайте расскажем нашим слушателям, телезрителям, где есть магазин Тверской швейной фабрики, где можно посмотреть весь ассортимент и купить ваши изделия. Ну, самое большое то, что выбор, это, конечно, Тверь и улица Попова. Открою маленькую тайну, мы будем сейчас переносить магазин на Победу, и это будет там крупнейший модежный магазин в городе. В том числе мы хотим партнеров позвать и по женскому ассортименту. Это не будет ассортимент Тверской швейной фабрики, но это будут наши российские партнеры по обуви, то есть это будет такой гипермаркет одежды со стороны проспекта Победы. Также у нас есть вот бренд, который я показывал на костюме, так называемый Вернон. Это там, ну, у нас несколько брендов, которые мы используем. Это вот последнее, что мы используем, Массово. У нас сейчас есть в Челябинске, в Смоленске, в Курске, в Москве и, соответственно, в Твери. Расскажите, пожалуйста, о Тверском центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес», которым вы занимаетесь, насколько я знаю. Что это за место для нашего города? Ну, мы на самом деле являемся лишь арендодателями по этому месту. Единственное, мы его реализовывали с точки зрения строительной части, потому что это было условие с правительством Тверской области, что мы осуществляем ремонт в этом помещении. Ну, у нас сейчас на территории города реализовано, по сути дела, два направления. Это швейная и вот девелоперская, так называемая. И в рамках вот этого девелоперского задачи мы очень много делаем сейчас так называемых объединений. То есть, когда одна и та же функция или один тот же офис одной компании разбросан по городу, мы их объединяем. Вот, по сути дела, в «Мой бизнес» мы сделали то же самое. Было очень много фондов, венчурный фонд поддержки промышленности, там какой-то сельскохозяйственный есть фонд. И вот эта зона МФЦ, ну, то есть для бизнесменов, где можно прийти и получить, во-первых, там большой комплекс услуг, там фирму зарегистрировать, там в Росреестр документы сдать и так далее. Но это, на самом деле, большая площадка с точки зрения инфраструктуры, то есть там переговоры можно осуществить. Там был один кейс очень классный по поддержке экспорта, прям вот очень компетентный и очень классно подсказывает. Там обучение происходит. То есть, в целом, это, с одной стороны, такое хайповое сейчас мероприятие с федерального масштаба, которое осуществляет Министерство экономического развития Российской Федерации. И у нас получился один из лучших проектов в России. А как владелец малого или среднего бизнеса может в этот центр обратиться? Он просто туда приходит и получает на стойке ресепшн консультацию по тому вопросу, по которому у него есть. И дальше идет к специалисту, который должен ему помочь. Как-то так. И на какую поддержку он сможет рассчитывать? Я не совсем являюсь экспертом в области поддержки предпринимательства, но, насколько я знаю, это консультирование. Более того, вплоть до того, что мы сейчас с ним проговорили, что будет, например, база правовых. То есть, условно говоря, можно прийти и просто открыть компьютер и почитать любой закон на территории Российской Федерации. Для него абсолютно бесплатно. Хотя в других бы случаях он бы за это что-то заплатил. Есть формы субсидирования и поддержки новых бизнесов, расширения производства, повышения производительности труда. Но это их компетенция, я, к сожалению, не все веще. То есть, получается, что может любой предприниматель в области города прийти, сесть, позаниматься сам, или же организовать какие-то лекции, или же послушать лекции. А вот в Тверском деловом сообществе очень долго ходила идея о так называемом доме предпринимателя. По сути дела, это он и есть. То есть, там можно и собраться, там можно и решить свои вопросы, там можно обучиться и так далее. То есть, это большой спектр, скажем, разноплановый такой спектр услуг, где можно получить и себя показать, и самому поучиться, скажем так. Это смесь такой тусовки с точки зрения переговоров и обучения. И, с другой стороны, это непосредственно консультация, помощь от государства. А часы работы, когда работает этот центр? Не знаю. А мы выясним. А мы захотим и выясним. Обязательно еще затронем эти темы в эфире. У нас сегодня, напомню, в гостях находится исполнительный директор Тверской швейной фабрики Дмитрий Гуменюк. И наверняка он уже тоже, как и наши слушатели и телезрители, готов встречать Новый год. Дмитрий, скажите, начали ли вы подготовку к новогодним праздникам? Да, в лайтовом режиме первые украшения начали развешивать, елку достали. Это как-то так происходит. Сотрудники помогают, да? Да, конечно. На фабрике у нас на новом объекте мы уже нарядили елку. У нас даже закупили небольшой лазерный проектор. Мы на фасаде будем какие-то зайчика впускать, крыс. Здорово. То есть новогоднее настроение, оно приходит к нам потихоньку? Будем надеяться, что да. А сами как любите отметить этот праздник? В семейном кругу. Никуда не уезжаете или едете в путешествие? Этот год, знаете, наверное, ознаменован таким фристайлом, грубо говоря. То есть есть как бы до конца нет финального решения, но я надеюсь, в ближайшие недели оно сформируется. Ну а обычно как? Обычно в кругу семей. Да, и в России. Дмитрий, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в эфир. Мы познакомились, мы много узнали нового. Мы знаем теперь, где в Твери можно сшить отличный костюм. И напоследок хотелось бы, чтобы что-то пожелали нашему городу, слушателям и телезрителям, которые с нами. Но вы как психолог-реабилитолог, я так по-моему слышал, да, я на самом деле тоже в последнее время очень сильно этим увлекаюсь. И, знаете, на мой взгляд, вот счастье находится в так называемой интерпсихической мотивации, да, когда внутренний мир совпадает с... Это уже какие-то детали пошли. Да, когда внутренние твои ожидания и ощущения совпадают с внешним. Вот я бы пожелал всем нам вот именно вот этого. Спасибо. Спасибо, Дмитрий. До новых встреч. До свидания. Это пятничный выпуск программы «Тема дня». Сегодня в пятницу 13.00 в 13.00 начали мы эфир, но у нас получилось очень интересно. И спасибо Дмитрию Гуменю, который был у нас в гостях сегодня, задал темп, так сказать. А теперь мы продолжим. Мы с вами переходим от темы тверской легкой промышленности, плавненько переходим к очень интересной такой предновогодней домашней теме, современный подход к выбору мебели. Говорим мы о современных тенденциях, говорим мы сегодня о магазине, о мебельном центре, галереи мебели. У нас в гостях Юлия Федорова, директор по маркетингу мебельного центра галереи мебели. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. И Екатерина Кузьмина, руководитель студии дизайна интерьеров «Квадрат». Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Меня зовут Татьяна Ларина, со мной моя соведущая Светлана Никифорова. Ну, первый год, конечно же, этот год у нас переходит плавно в следующий 20-й год «Крысы». Что будет в тренде? Скажите, пожалуйста, наши гости. Все меняется? Да, в 2020 году ретро продолжает быть в моде. Он уже был у нас несколько лет, как занимал лидирующие позиции. В этом году он наберет еще больше обороты и станет еще более актуальным. Самыми популярными годами будут 80-е, 90-е, 70-е. Модными остаются предметы мебели округлых форм, принты геометрические, бахрома, кисти. Все это будет актуальным в этом году. Обратим на это внимание, да? При оформлении наших интерьеров. В 2020 году нужно уже подумать, что меняем интерьер, переходим в ретро. Сейчас, кстати, это очень модно. И начинаем уже с 1 января какую-то новую жизнь. А цветовая гамма, она будет влиять и иметь какое-то значение? Конечно, конечно. В следующем году в мире прям все кардинально посинеет. Буквально неделю назад Pantone, это самый известный в мире эксперт по цвету, объявил цвет следующего года. Это оттенок синего, так и называется классический синий. Соответственно, все модные индустрии, и это касается и дизайна интерьера, и мебели, и всего остального, будут обращать внимание именно на эти цвета. Хочу добавить, что по, ну, если касаемо мебельного ассортимента, то не всегда мы успеваем, ну, мебельный, точнее, бизнес не всегда успевает адаптироваться к изменениям сразу. Но в этом году у нас некоторые очень приятно порадовали, что они все-таки корпус с синими фасадами, с синей отделкой в производство ввели. Соответственно, мы в этот раз не опоздаем, как это происходит довольно часто. Плюс с мягкой мебелью попроще, потому что обновить можно ткань, и тут нет никаких проблем, раскладки есть различные. Но хочу сказать, что несмотря на то, что будет модно, мы должны понимать, что остаются какие-то базовые цвета, которые всегда будут популярными, и сейчас довольно актуально, оно не перестанет быть актуально, это пастельные оттенки. Очень популярен сейчас серый, и что характерно... Теплый серый, зеленовато-серый, вот это вот. Оттенки все серого, да. Плюс у нас побил все рекорды популярности, ну это уже на протяжении длительного периода времени белый, но если раньше прям был очень популярный именно глянец, то сейчас и матовый, и я думаю, что это будет долго еще. Скандинавский стиль для нас дошел, и стараются использовать серый, белый. Какой еще в скандинавском стиле оттенки? Какие еще есть цвета? Черный включают, но вот в основном натуральные, природные, деревянные фактуры, текстуры. Я еще хочу сакцентировать внимание, что очень популярным остается, и в следующем году тоже, яркие, насыщенные оттенки, такие как цвет марсала, малиновый, изумрудный, ну опять же таки классический синий. Да, очень не каждый рискнет решиться на этот цвет, но мы предлагаем не полностью окрашивать все стены в такие насыщенные цвета, акцентировать внимание, возможно, какие-то карнизы, элементы, фасады вашей мебели. А что лучше начинать? С чего? С ремонта подбирать мебель или мебель подбирать ремонт? Это же личный вопрос. Можно я отвечу, это накипело, накипело очень, потому что перед тем, как сюда прийти, мы поговорили со всеми, практически со всеми нашими площадками мебельными. Ну и наша жизнь, она это оказывается. И кажется, это в работе тоже замечает. Очень всем рекомендую, не знаю, куда сказать на когл-камеру, пожалуйста, вначале выбирайте мебель. Вы ее можете не покупать, вы ее должны присмотреть и нарисовать дизайн-проект. То есть в соответствии с тем, ну какие у вас возможности, вы можете там заказать у дизайнера, например, интерьера, вы можете прийти в магазин, и вам продавец схематично нарисует, но это избавит вас от большого количества проблем, таких как недостаточного качества половое покрытие, не в том месте размещены розетки. И выясняется, что потом уже вы не можете тот диван, например, который вам понравился, поставить где нужно, потому что он сгородит розетку и так далее. То есть это целый набор таких микропричин, которые говорят о том, что вначале мебель, а потом ремонт. А как быстро поставляете вы мебель заказчику? Смотрите, на площадке большое количество различных производителей. И у каждой, конечно, компании свои сроки и свои возможности. Есть компании, которые, вот у них модульные элементы, модульные части мебели, они, например, лежат на складе, у них там политика, которая говорит о том, что они там в течение двух-трех дней уже поставляют. И мебель по индивидуальному заказу вы никогда не получите за два дня, это безусловно так. Кто-то, даже крупные компании, у которых большой оборот, предположим, они делают это под заказ, соответственно, срок может увеличиться до 30, например, рабочих дней. И это, ну, как бы исключительно зависит от фабрики. Все условия, вот хочу подчеркнуть, все условия по продаже любой мебели нужно уточнять непосредственно у продавца на площадке. Нигде в другом месте, то есть вы можете там зайти где-то в интернете, чтобы посмотреть, но продавец на площадке вас более точно сориентирует по срокам. Делайте это заранее. Да, заранее. Продолжим разбираться в вопросе. Мы после небольшой музыкальной паузы оставайтесь с программой «Тема дня». У нас программа «Тема дня». Мы в прямом эфире, и наши гости с нами тоже в прямом эфире. Сегодня они нам рассказывают кое-что новенькое о выборе мебели. Наша тема дня – современный подход к выбору мебели. В студии Юлия Федорова, директор по маркетингу МЦ «Галерея мебели», а также Екатерина Кузьмина, руководитель студии дизайна интерьеров «Квадрат». Говорим мы вот о чем. Интерьеры, дом, красота в доме, уют в доме. Наверное, вы этим очень увлекаетесь, раз ваша работа непосредственно связана с этой темой. Ну, конечно. Моя работа – это смысл моей жизни после моей семьи, конечно. Мы работаем уже более 9 лет, и я не вижу своей жизни без дизайна. Я очень рада, что я помогаю людям улучшить качество своей жизни, сэкономить свои нервы, деньги и часто брак, потому что ремонт – это такое дело, есть пострадавшие. Всегда. А уют, наоборот, способен сплотить людей, правда? Ну, конечно. Безусловно. А я считаю, что… Ну, вот Катя говорит, я это очень люблю, а я не очень. Нет, я объясню. Каждым делом я считаю, что должен заниматься профессионал, тогда это получается лучше всего. Если у меня есть возможность не тратить действительно большое количество времени и нервов на подготовку, потом я не буду знать, попала я, не попала там, ну, я лучше доверю этому профессионалу, честно. Я лучше буду другими делами, там, семью заниматься, работой там развиваться, а вот… Полностью согласна, кстати. Согласна, да, потому что профессионал, он и есть профессионал своего дела, иначе зачем заболевать велосипед? Тем более, когда есть какое-то свое дело, как правило, есть какие-то очень важные задачи, на них всегда концентрируешься, не хочется отвлекаться, правда? Я вам скажу больше. Очень часто не обращаются к дизайнерам, потому что думают, что они потеряют деньги. Нет, это не так. Мы помогаем экономить, потому что мы знаем, где можно купить дешевле, и что модно, где не потратить лишнего, где не купить там больше, чем тебе нужно. Тем самым мы экономим, и еще вы в плюсе окажетесь, чем вы будете делать сами. Тут еще речь идет вот как раз об экспериментах. Мы тускать немножечко даже поспорили. Там та же самая эклектика, которая любит все-таки баловаться, смешивать, да, стили. И если, например, делать это непрофессионально, можно попасть, ну, не очень удобную ситуацию, когда вы не сможете просто жить в этом интерьере. Но всем хочется, вроде бы как бы это модно. Поэтому лучше опытный профессионал, чем полагаться на собственный вкус, есть он или нет, дело субъективное. Как изменились предпочтения к интерьеру у заказчиков за последнее время? Что меняется у людей? Наверное, проще сказать, например, стили, да, какой стиль выбирают. Раньше, в последние несколько дней, супер популярна была нео-классика. Она сейчас остается, но немножко теряет уже свои позиции. Несколько лет назад все очень просили Прованс, прям были влюблены в него. Сейчас это единичные заказы, но и в реализации они достаточно сложные, потому что фабрики выводят принты, связанные с этой темой, и уже сложно комплектовать, реализовывать такой проект. Вы думаете, что следующий год у нас год ретро? Остаются, скажем, в тренде те, там мебель, те условия, которые были, или они все равно уходят с фабрики-изготовителя? Нет. Нет, фабрики точно не уходят. Вы поймите, есть такая идеальная картинка, та, которую вам нарисуют дизайнер, а есть ваши какие-то личные предпочтения, есть ваши ассоциации, которые всегда будут у человека, есть популярность. Никакая фабрика не снимет с производства популярную модель. Если она интересует покупателя, она останется в продаже. То есть постребованность есть, значит, фабрика будет выпускать. А мы говорили про цвета уже, да? Мы хотели упомянуть про венги, например, что теряют актуальность все-таки некоторые цвета. К примеру, некоторые фабрики, я не говорю, что все там, да, рынок есть рынок, уходят в венги, потому что он потерял свою актуальность. Очень давно, нет, запросы на него еще остаются, по старой памяти. Но советую, слезно умоляю, не берите, не смотрите в эту сторону даже. И вместе с бежевыми цветами венги покинул наши интерьеры. Так, так. Вслед за персиковым, ванильным, это уже давно не так. А что посоветуете? Какие сейчас более цвета? Ну, синим мы говорили, да. Синим мы говорили, да. Также яркие сочные акценты, серые. Вот это вот супер популярно. По поводу акцентов еще хотела сказать. Когда у вас есть сложности с акцентами, вы, например, не хотите ярких деталей, ну, довольно, не каждый поставит, предположим, красный диван, да, у себя в комнате, или синий, да, модный, мы рекомендуем все-таки разбавлять интерьер предметами декора. То есть диван, диваном подушечки декоративные нужного цвета, нужного оттенка вместе со шторами, поменяли все элементы, все стало совсем по-другому, все стало ярче, например, там, да, интереснее. Декором мелким, текстилем можно менять настроение в доме. В зависимости от времени года, от праздников, например, сейчас очень актуально заменить подушки и шторы в новогоднюю тему и порадовать себя и своей семьей. Вообще будет актуально синий цвет, синий и белый? А не обязательно Новый год у вас с синим связан. Сейчас, наоборот, если мы коснемся темы Нового года, там есть свои тренды, я обязательно об этом расскажу. Хочется вернуться к актуальным трендам, да, еще стилям, касаемым интерьера. Сейчас популярным остается скандинавский стиль и стиль лофт. Но лофт не в понимании, в классическом, да, потому что все-таки он зародился в 30-е годы в Америке, когда настал кризис, и фабрики стали продавать, издавать в аренду недвижимость для жилья. И там что, высокие потолки, большие, без перегородок, большие окна. Где мы сейчас это найдем? Нигде. А всем хочется лофт. И стиль модернизируется, подстраивается под желания людей. И уже получается такой современный лофт, лофт для жизни. Вот это модно. Это очень модно. Ну, то есть соединение стилей все равно происходит. Как бы ни было модно, трансформируется. То есть, в принципе, можно найти что-то новое и интересное. А дизайн вы делаете только для жилых помещений или для офисных центров? Для коммерческих. Для коммерческих. То есть, это тоже есть традиция. Новый год приближается, мы к нему готовимся. И теперь он у нас, вот у меня лично точно, ассоциируется с акцией галереи «Балует». Вы уже в течение продолжительного времени гремите везде по радио, телевидению, с своими роликами, очень красивыми, кстати, и креативными. Спасибо. Их целых восемь вышло. Их восемь. И мы теперь знаем о том, что людей ждет какой-то приз. Ну, мы, да, тут целая предыстория, постараюсь коротко. Мы решили не делать акцент на каких-то акциях и так далее, и так далее, потому что акции у каждой фабрики, хочу отметить, не ориентироваться, наверное, на общие акции центров, а ориентироваться непосредственно на акции конкретных фабрик-производителей, которые представлены внутри центра. Потому что у них часто бывают более серьезные акции, чем может центр предложить целиком. Мы решили побаловать клиента. Мое, наверное, такое, мое личное мнение по поводу того, что сейчас любой потребитель, любой клиент хочет, чтобы о нем думали, заботились, ну, любили, можно так сказать. И поскольку мы примерно понимаем, кто наш клиент, мы решили действительно побаловать. Наверное, все понимают, что в большей степени это женщина, потому что она выбирает, она готовится, она смотрит, и она уже потом, если она замужем, там, мужчина, предлагает вариант, который согласовывает мужчина и оплачивает. А в целом, как бы, это все-таки двигатель женщины. Мы ее решили побаловать. Даже пусть через мужчин, там, у них есть мамы, дочери и так далее. И, соответственно, дарим подарки. Сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза. Оставайтесь обязательно с нами и узнаете, какой приз приготовила галерея мебели для своих клиентов. Новогодний. Современный подход к выбору мебели. Наша сегодняшняя тема дня. У нас в гостях мебельный центр галереи мебели в лице директора по маркетингу Юлии Федоровой и Екатерина Кузьмина. Студия дизайна интерьеров «Квадрат». Мы перед рекламой пообещали людям, что скажем, какой главный новогодний приз приготовила галерея мебели для клиентов. В рамках акции галереи «Балует» последним призом у нас из восьми будет новогодний тур в Санкт-Петербург. Это будет проживание в гостинице с видом на него и экскурсионный тур по новогоднему Санкт-Петербургу. Соответственно, буду очень рада вручить этот приз. Я, в принципе, все призы была рада вручить. Ждем, ждем, ждем победителя. Юлия, скажите, какие виды мебели есть в вашем магазине? В нашем, ну, мы называем это мебельный центр, все-таки у нас много производителей, все, ну, как бы, виды. Единственное, что меньше, ну, будем считать, что безофисный, мягкая мебель, корпусная мебель, соответственно, туда кухни и по индивидуальным размерам в том числе, матрасы, собственно, весь ассортимент. То есть в ваш центр может прийти любой человек с любым запросом и найти ту мебель, которую можно. Конечно, конечно, по любому помещению, да. Скажите, Юлия, какие бы рекомендации вы дали потенциальным покупателям мебели? Тут, да, очень важно. Мы уже вот затронули главную рекомендацию по поводу порядка действий в выборе, собственно, в начале мебели, потом ремонт, это первое. Потом тщательно ознакомиться с технологиями производителя, которую они потенциально хотят купить. Все есть в интернете, благо, да, мы можем сейчас посмотреть. По крайней мере, это избавит от вопросов по поводу цены, например, уровня цены, там, да, будет видна разница в качестве. Дальше что хотела бы, по поводу эклектики тоже уже сказала, что особо, ну, то есть слушаться, наверное, либо профессионалов, либо брать готовые коллекции, которую рекомендует фабрика-производитель. И уж если, ну, как бы все выбрали когда, да, слушать рекомендации продавцов в части, там, например, сборки и так далее, лично я рекомендую, чтобы сборку делали непосредственно в фабрике, которая производит, дабы избежать каких-то нюансов, там, связанных, может быть, где-то с брак, которые нужно зафиксировать, не дай бог, там, да, фурнитура, фурнитура, да, вопрос гарантии, чтобы все было, не было лишних дырочек насверлено и так далее, и так далее. Сейчас, в принципе, все фабрики достаточно оперативно реагируют на рекламации, ну, заботятся о своей репутации, если что-то, ну, как бы, сразу будет очевидно, в общем, когда вы собираете мебель на месте. Ну, что еще? Ну, это же, опять же, говорит о том, что любое дело должен делать профессионал, даже собирать мебель. Безусловно, и когда вам хочется сэкономить, подумайте потом, сколько вам нервов придется дать для того, чтобы, ну, потом какие-то... Экономить надо правильно. Да, экономить нужно с умом. Ну, вот это, пожалуй, основные рекомендации. Заранее, вот еще такой момент, заранее все-таки, все нужно делать заранее. Когда вы делаете в последний момент, будьте готовы к тому, что у вас что-то где-то может там не встать, там, мебель какая-то и так далее, и так далее, и так далее. По срокам вы можете не уложить, все заранее. Где находится мебельный центр, галереи мебели на поле? В центре города, к счастью, к счастью, у нас нет этих пробок. Это проспект Победы, дом 14, напротив парка Победы. Весь третий этаж, там 8 тысяч квадратных метров, плюс у нас есть отдельная секция кухни, стол и стулья, которая находится ближе к улице Александра Попова. Вход, они уже на втором этаже. А так, весь третий этаж. Проспект Победы 14 с 10.00 до 20.00 без выходных. Единственное, вот новогодние праздники, будет отдельно вывешено объявление по поводу расписания. Юлия и Екатерина, Новый год приближается, вы как будете его отмечать? В кругу семьи, это точно. Семейный праздник такой, праздник с любовью. То есть семейные традиции? Обязательно. Ну, я бы, наверное, коснулась оформления дома в этот период. Для дизайнеров Новый год начинается в ноябре, потому что мы работаем, трудимся и украшаем дом не только свой, но еще и своих клиентов. Должны показать, как это можно сделать самим в своих блогах. Мы показываем, рассказываем, как это можно сделать. И, конечно же, я спрашиваю своих клиентов, украшают ли они свои новогодние столы, как они их сервируют. Украшаете? Да. У меня мама. У меня мама. Не занимает. Обычно просто среднестатистический россиянин не украшает свой стол, а украшает его салатами. Это праздник, как же без украшений? Потому что такое ощущение, что хотят наестся на год вперед. Но я призываю к тому, чтобы создавать атмосферу в доме и дарить прекрасное себе и своей семье. Расскажу о трендах и тенденциях, потому что они в украшении подготовки к Новому году тоже есть. Сейчас очень популярны заснеженные елки, прям вот белые. Розово-серебряная гамма, розово-золотая, шары белые разных текстур, фактур. И монохромные, например, медные. Медные, но разные полутона. Спасибо огромное, Юлия и Екатерина. Сегодня рассказали нам много нового, вдохновили нас на новые свершения. В наступающем году. Приходите. В наступающем. Наряжайте свою квартиру, приходите за новыми мебельами. Спасибо вам. Придем в галерею мебели. До новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова